итак серия видео обучений спустя три года продолжается здравствуйте с вами владислав ковалевский и сегодня мы рассмотрим с вами туториал на волоп в принципе в чем различия волоп это когда мы забегаем на стену и толкаемся вверх волран это когда мы бежим по стене боком туториал на волоп фишка этого элемента идет в правильном толчке правильном забеге на стену правильном положении ноги и в правильном толчке от стены а сейчас внимание самый главный принцип волопа мы должны толкаться не в стену как вы можете машинально случайно делать первые разы а от стены сейчас продемонстрирую это как правильно это как неправильно еще я вставлю вам кадр как я его делал в одессе перед тем как делать внутренний вебстер от стены для того чтобы правильно толкнуться от стены вам нужно подбежать к стене не так чтобы вы были далеко от стены вы должны подбежать не вот так не вот так должен быть подбег к стене вы должны вот таким вот методом как я вам показал поставить ногу и руки снизу вверх толкаетесь ногой на стену не от стены а на стену у вас должен быть метод забегания на стену как будто вы хотите продолжить свой бег не зацикливаетесь на том что эта стена и вам надо примуть нее оттолкнуться назад вы должны просто как продолжить свой бег близко подбежать к стене поставить ногу толкнуться чисто вверх и руками махнуть одновременно в этот момент снизу вверх вот такое движение синхронное а а теперь важный момент насчет ноги как ее ставить вот в таком положении то есть не вот так и прям совсем параллельно стене а под таким углом то есть чтобы у вас буквально вот подушечка опиралась на стену а в остальном вот такой угол ноги был тогда вам будет очень удобно толкаться от стены вверх еще следующий важный нюанс как нужно махать вашей маховой ногой значит после того как вы поставили вашу толчковую ногу на стену вы махаете ваши маховой ногой четко вверх ни в коем случае не под углом тем более не сюда в стену потому что если вы махнете в стену соответственно вы ударите коленом стену махаем четко под прямым углом вверх тогда все будет отлично сейчас покажу по поводу расстояния между шагами с пола и на стену не нужно далеко как я уже говорил от стены ставить ногу нужно поближе но если вы сделаете небольшой прыжочек земли на стену и толкнетесь ноги это будет плюсом следующее ваш разбег он должен быть не слишком медленным иначе вам попросту не хватит скорости для того чтобы сделать хороший волоп и не слишком быстрым потому что если вы на всех парах побежите и захотите сделать волоп вы рискуете либо удариться об стену оттуда не пойдет это под разгорку разум будет либо просто сделать неправильно и у вас не получится так как вы не рассчитаете ваш шаг еще один момент вы можете толкнуть дополнительно себя руками то есть когда вы забегаете на стену помогаете либо одной рукой и второе цепляетесь либо двумя руками вот такими методами вы себе еще дополнительно помогаете вытолкнуться там хватаете за стену и у вас максимально эффективный получается волоп еще один важный момент ваша рука если вы ее используете во время волопа она служит не только как помощь при толчке наверх она еще страхует вас от падения об стену то есть если ваша нога например соскальзывает со стены или вы цепляетесь и срываетесь вы не будете биться туловищем об стену ваша рука вас подстрахует и так вы могли видеть что я не долетал до стены начинал падать и мое тело уже прям несло в тену еще чуть-чуть я прям бы впечатался но я руками или одной рукой себя подстраховал то есть это очень важный момент который я вам только что продемонстрировал дальше положение головы тоже такой интересный и полезный нюанс во время волопа когда вы разбегаетесь вы смотрите на место на стене куда вы поставите вашу ногу то есть да вот например я смотрю на место где я ставлю свою толчковую ногу как только вы поставили вашу толчковую ногу начинаете толкаться ваш взгляд стремится в точку куда вы должны поставить ваши руки если вы срываетесь со стены не долетаете начинаете падать ваша страховка положение головы смотрит вниз на место куда вы приземляетесь то есть не на стену а вы уже если срываетесь смотрите в пол не забываем про руку до страховочной стены ну и делаем дробь сейчас продемонстрирую как лучше всего себя страховать сейчас я покажу как можно безопасно спрыгивать если вы не долетаете до верха стены как видите я делаю дробь то есть приземляюсь носочки и руками смягчаю свое приземление и мой взгляд смотрит на место приземления вот эти все упражнения которые я показал отрабатываете по отдельности то есть начинаете с того как правильно подбегать к стене как правильно ставить ногу потом махать коленом потом поделаете это уже на большей скорости с разбега я тут начал монтировать и заметил что я не рассказал вам после толчка от стены как же потом цепляться руками выходить на стену я просто думал что это и так понятно но все-таки лучше объяснить особенно для новичков ставить ваши руки сделали толчок ногой от стены новолапе пробуйте сразу вот так вот зацепиться большие пальцы либо снизу либо сверху лично мне удобно держать большие пальцы сверху так для меня удобнее потом выходить на стену дальше вы должны в идеале сделать выход силой на 2 кому-то возможно будет сложно делайте тогда по одной руке если же и так не получается не хватает силы в руках конечно так нежелательно на крайний случай делайте через лоб локоть потом второе локоть в том рука разжимается дальше вторая рука дальше себя дожимаете и в это время ногами помогаете толкаете себя от стены и еще во время нашего волопа мы одновременно толкаемся ногой и делаем выход силы то есть мы например висим на стене до толкаемся под силой тогда у нас этот процесс происходит гораздо проще если стена например не очень высокая вот как у меня то мы можем сделать толчок ногой от стены одновременно с выходом силой на стену и сразу попробовать даже сделать поп-монки ну то есть ноги поставить на стену сейчас покажу как это это скажем так не совсем уже чистые в лап это поп-монки если хотите увидеть еще видео обучение на него напишите в комментариях когда мы уже находимся в упоре да то есть вот так как дальше ставить ноги на стену мы должны махнуть вот ногой если у нас не получается прямо поставить для начала ставим туда в бок так раз потом ставим вторую ногу тоже боком если не выходит прямо 1 и 2 позже когда вы натренируетесь вы можете уже делать это прямо если вы уже натренируетесь получше вы можете пробовать вымахнуть сразу двумя ногами и поставить сразу две ноги на стену как бы сделать манки на стену вот таким вот образом дальше момент не ставим никогда колено на стену когда залазим то есть вот так вот так мы не залазим конечно в реальной жизни если вы вдруг от кого-то убегаете вам довелось и вы спешите вы уже так поставили продолжайте дальше таки залазить но когда вы тренируетесь никогда не ставьте вы не знаете может здесь шершавые камни может здесь разбитое стекло вообще просто колючая поверхность на стене сразу старайтесь закинуть ногу не получается ровно закидывайте бог и еще когда вы делаете волоп если особенности на повыше выход силой лучше делать одновременно с толчком ноге стены и на скорости тогда это будет полегче ваша страховка когда вы залезаете на стену это ваш корпус вы бы просто после того как сделали уже упор в выход на стену переклоняете и ваш корпус вас может даже держать сам без рук и без ног сейчас покажу если вот вы делаете вот так и вот видите ваш корпус держит вас абсолютно сам то есть я не держу сейчас ни руками ни ногами держусь и корпус держит сам это ваша дополнительная страховка если вы вдруг залазите срываете с рук сразу наклоняете корпус и он вас страхует можно волоп делать с двух шагов ну и в принципе из трех из четырех если вам удобно и добавляет это высоты при забеге на стену пожалуйста у меня сейчас нету наличие очень высокой стены есть вот такая не очень высокая но для двух шагов вполне хватит сейчас я покажу как можно сделать в лап с помощью двух шагов то есть вы ставите вашу первую ногу закидываете вторую ногу на оптимальную высоту тело вам само подскажет какая это высота и дальше полностью разъебаете ногу вы уже достаете стены руками делаете выход кто как может ну и выходите на стену с вами был владик фриран всем удачи в изучении этого элемента еще увидимся и до новых встреч по поводу расстояния вы должны подбежать поближе к стене оптимальное расстояние это чтобы у вас останавливать дальше как ставить ваши руки после толчки в принципе все подписывайся на канал если еще не подписан нажимай на колокольчик виде напоминания о новых событиях на этом канале ставь лайк если узнал для себя что-то полезное поделись этим видео с товарищем я думаю ему тоже будет полезно и до новых встреч